СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, БЕЖЕВЫЙ, БОРДОВЫЙ, НЕ ЗНАЮ, КАКОЙ ТАМ ЕЩЁ, ЗЕЛЁНЫЙ, КОНЕЩНО ТОЖЕ. Я ЧАС СПЕШНО ИЩЁ В ИНТЕРНЕТЕ ПОГОДУ В БАКУ. СЧАС Я ВАМ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ВЫДАМ. ПЛЮС 20 ПОЧТИ И ОБЛАЧНО. ВОТ ТАКОТЬ. ВИДИТЕ, ДАЖЕ В БАКУ СОЛНЦА НЕТУ СЕГОДНИ. А В КИРОВЕ ЕСТЬ. ХОРОШО, УГОВАРИЛИ, ВИДИТЕ, БУДЕМ ПРАДОВАТЬСЯ СОЛНЫШКУ В ПЕРВУ ЧЕРЕДЬ. ЕЩЕ РАЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ. БУКВАЛЬНО СРАЗУ ХОЧУ НАЧАТЬ. СОООБЩЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ НА САЙТЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНЕМ АЛЕКСАНСА СЕГЕЙЧА ПУШКИНА. 8 октября в Центральной городской библиотеке имени Пушкина на Преображенской 74 состоится встреча, ну, состоялась уже, понятное дело, в клубе «Приглашение к путешествию». В этот раз гостей встречает прекрасная горная страна Азербайджан. Это край с богатой историей, древними памятниками, великолепной природой. Гость клуба Эльнур Гусейнов расскажет о своей родине о самых интересных местах и памятниках, о национальной кухне, культуре и традициях Азербайджана. Эльнур Гусейнов сегодня с нами. Эльнур, добрый день. Доброго вам дня. Президент Бубковного фонда Азербайджана, руководитель рабочей группы по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству Общественной палаты Кировской области. И представительница библиотеки имени Пушкина сегодня тоже с нами. Это Ольга Чикишева, заведующая отделом обслуживания. Да, добрый день. Добрый день. Центральная городская библиотека, соответственно, именно Александр Сергеевич. Ольга Владимировна, организатор фактически. Да, я один из организаторов конкретно вот этой встречи. Да, и куратор клуба работает в моем отделе. То есть как раз Зинаида Николаевна Казиенкова, которая договаривалась с Эльнуром об этой встрече. Она мой непосредственный сотрудник, и мы вместе с ней работали над этой встречей. А сколько встреч было до встречи по Азербайджану? Давайте сейчас в общем и целом осветим этот проект, если можно так его назвать. А затем уже, в том числе, перейдем вот к тем замечательным книгам, в том числе, экспонатам, которые можно было посмотреть. Ну, если рассказать конкретно о работе нашего клуба, то клуб этот у нас довольно старый. Он работает при библиотеке уже, получается, 7 лет с 2011 года. Да, и к нам обратился Валерий Александрович Шутов, один из наших старейших членов этого клуба. Он стоял у истоков создания этого клуба. Он предложил... Они подыскивали место, где бы они могли собираться встречаться. И как раз выбрали нашу библиотеку для этих встреч. И вот уже в течение 7 лет у нас этот клуб работает. Начинался он, конечно, не в таких масштабах, в каких он работает сейчас. Там было буквально 10-15 человек. Туристы очень активные, путешественники, которые ездили по разным странам. Они вот встречались между собой, общались, рассказывали о своих поездках, о впечатлениях, делились своими впечатлениями. Но постепенно этот клуб стал привлекать все больше и больше людей. Сейчас у нас ходят люди, которые, в принципе, мало где бывали, либо вообще нигде не бывали. Они занимаются таким своеобразным виртуальным путешествием. То есть послушаешь, как будто сам побывал. Да, как будто сам побывал. Самый бюджетный вариант, я бы сказал. И вот в последние, наверное, года два мы начинаем так уже расширять рамки. То есть мы приглашаем не только тех людей, которые где-то побывали, но и представителей других стран. По крайней мере, ближних наших, ближнего зарубежья, которые бы могли прийти и рассказать нам о своих странах. Служит наш коллеги. Вот, например, у нас были студенты из Польши, которые приезжали по обмену. Европейская волонтерская организация их сюда привозила. Они вот приходили, рассказывали о своей стране. Были у нас представители армянской общины, городской, рассказывали об Армении. Были представители израильской общины, еврейской общины. Они рассказывали об Израиле. Ну, живут они, конечно, здесь у нас, в Кирове. Да мы знаем их, слава Богу. То есть мы уже постепенно стараемся выходить на такое расширение связей. То есть представлять уже конкретно людей, которые родились где-то в других странах, могли бы о них рассказать. А у меня интересный вопрос. Да. Библиотека-то имени Александра Сергеевича. Да. Александр Сергеевич, ты ведь, как известно... Хочешь сказать, не русский? Да, у него тоже богатая корня. Какие у него корни интересные. Богатая корня. Представители Африки, возможно, у вас были? Да, да, да. Нет, к сожалению, не было, но у нас мысль, да, хорошая. Идея, да. Да, хорошая идея. Неспроста же так библиотека-то называется. Ну, да, да, да. Там, на самом деле, если вот с этой точки зрения посмотреть, то очень многие русские великие поэты и писатели очень много написали произведений, связанных с Кавказом, с Азербайджаном. С Кавказом, конечно. Там был слава на другим мире. И у Александра Сергеевича у него целый пласт произведений, связанных с Кавказом. Он бывал на Кавказе, да. А Лермонтов, Айсенин, а еще Толстой конкретно. Правда, там, ну, всякие, как бы, оценки там звучали у некоторых поэтов и писателей. Но, тем не менее, они есть, и интересно всегда с ними познакомиться. Как часто проводятся встречи эти? Встречи в клубе приглашения к путешествию у нас бывают два раза в месяц, кроме летних месяцев. Там перерыв. Перерыв. Закономерно. Все, да, разъезжаются как раз по всем своим путешествиям запланированным. Летом. Да, летом. И осень, весна мы два раза в месяц собираемся. Это второй, четвертый понедельник месяца. Анонсируете, соответственно, эти встречи, да? Да, конечно, анонсируем. Прийти может любой желающий? Совершенно любой желающий, кто заинтересуется. Информация у нас бывает на сайте нашей библиотеки, в группе ВКонтакте, на сайте Управления культуры размещается. ВКонтакте так же называется приглашение к путешествию? ВКонтакте нет, мы вешаем обычно в общей группой библиотеки, там обычно эту информацию вывешиваем, то есть можно ознакомиться. Ну, то есть 18 встреч в год примерно? Ну, примерно, да. Плюс-минус. И люди рассказывают. Ну, очень-очень интересно. И вот эта последняя встреча уже была связана, значит, с одной из красивейших стран мира, теплых, добрых. Республика Азербайджан. Да, Республика Азербайджан, и Эльнур там был ведущей скрипкой. С танцем. А ты еще и танцевал? Ну, не я танцевал, и вот член нашего фонда. Девушка хороший, прекрасный танец исполняла. Всем вроде понравилось. Да, были в безумном восторге от этого танца. Ну, естественно, наряд, соответствующий. Ну, естественно, национальном азербайджанском костюме, да. Она выступила очень хорошо, красиво. Кратко я рассказал об Азербайджане. Как раз в рамках клуба мы выберем два человека. Бесплатно будем отправлять в Баку. Так, 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 поподробнее. У нас у фонда есть проект, проект «Россия и Азербайджан». Значит, проект молодежный, глазами российских студентов, студентский проект, глазами российских студентов Азербайджан. Ну вот, я пообещал, уже где-то 8 человек есть кандидатов, по-моему, да. Да, от клуба. Это уже из членов клуба. От нашего клуба, да. Да, мы оттуда два человека. Ну вот, старейшины фонда, я думаю, что выберем вместе с вами, два человека. Старейшины фонда, так Мазиза Алиича показывает, да. Да, вот, отправим в Азербайджан на 5 дней. Проезд, проживание бесплатное. Оплачивать все будете, да? Да, оплачивать все фонд. Так что вот. Счастливые. Это как раз наше участие. Володя, ты не член клуба? И съемок развития клуба. Приглашение путешествия? Нет, к сожалению. Нет, еще не член клуба. А возраст у тебя? Возраст не студенческий. Эх, Володя. Вот от нас такой подарок будет членам клуба. Да, это будет здорово. Так что, чтобы их познание про Азербайджан было больше, а также они принимали участие, этот проект у нас будет, я думаю, что ежегодно приблизительно мы будем сотрудничать как раз с клубом путешественников в рамках библиотеки Пушкина. И оттуда мы будем выбирать еще два человека на следующий год. Я уже обещал двоим, естественно. Ну вот, получается, у нас уже четыре человека уже есть. Я думаю, что, надеюсь, в этом году, в ноябре месяце, мы уже двоих отправим. В ноябре будет, да? Да, да. Это оперативно, потому что уже делегация со студентами уже составлена. Как раз в рамках этой делегации будем отправлять пять человек. А можно поподробнее? Что за программа там будет пребывания наших студентов? Вот эти пять дней, они чему посвятят? Посещение достопримечательностей, Баку, знакомство? Ну вот, смотрите, там они поедут сначала, встречает их наш гид в Баку, размещает, где они будут жить. Потом на следующий день, ну один день, свободный день, на следующий день начинается уже программа. Тур по Баку. И можно, там еще есть тур Огненная гора, это в Гобустане. Туда они поедут. Это гора, которая горит круглый год? Да. Там есть еще храм огнопоклонников, он до сих пор сохранен. Непосредственно Гобустанский музей? Гобустанский музей, да, естественно. А также национальные блюда можно будет пробовать. И в том числе по старому городу, это Чари-Шахер, Девочья башня, это как Газадаласы, естественно, вокруг него. Но там, если в Чари-Шахер, даже, я думаю, уже два-три дня они там, если побудут, им еще не хватит. Многие фильмы снимались в Чари-Шахер, крепости. Да, да. Исторические фильмы, да? Комедийные. Самая интересная, Бриллиантовая рука. Да. Вот там где упал Миронов в свое время. Черт подры. Вот там висит такая досечка памятная, что здесь Миронов падал. По-азербайджански, соответственно, написано. И по-русски. И по-английски. Вот потом... Уникальная возможность прям, да, вы даете. Потом они пойдут, значит, по Баку гулять, а потом, естественно, в Азербайджане есть проспект Пушкина Александра Сергеевича. По этому проспекту будут они гулять. Ну, естественно, памятник Пушкина будут они... Ну, да. Содержаться. Мы выдадим задание, чтобы они сфотографировались этим памятником и принесли к нам. Надо какое-то более серьезное задание давать. Не просто сфотографировались. Ну, там в центре стоит православный храм на улице Толстого. Улица Толстого в Баку до сих пор как бы существует. Именно так она называется. Ну, то, что связано, допустим, то, что осталось в постсоветское время, я хочу сказать, что Азербайджан практически единственная республика, где все храмы, все памятники, что связано с русской культурой, все сохранено. Более 400 русских школ. Содерживается в соответствующем, да, в ближайшем... Естественно, вот более 400 школ не русскоязычных, то есть не русского сектора, именно школа, все там как бы на русском языке. Преподавание. Преподавание на русском языке. Очень, в принципе, там в Азербайджане, вот наши студенты, когда ездили, еще в прошлом году, они статистику такой сами как бы подготовили для нас. Я просто, у них задание было такое, чтобы еще узнать там, на каком уровне азербайджанцы знают русский язык. Вот не поверите, я сам не поверил. 68 процентов, 68 процентов опрошенных, это более 3000 человек. 68 процентов чисто говорят на русском языке. Это было в 15-м году. А на сегодняшний день статистика уже больше. Там уже к 80-ти подходят. Ну, вот я говорю, 80 процентов. В Азербайджане свободно. Свободно говорят на русском языке. Я думаю, что для нас, конечно, хорошо, мы это поддерживаем. Ну, так это в рамках расширяющихся, ну, вот, дружеских отношений двух республик. Да, естественно. Мы же все знаем, что на сегодняшний день Азербайджан — страна, которые конкретно поддерживают Россию во всем практически. Ну, я бы сказал, и русская культура в Азербайджане очень на высоком уровне поддерживается. Русская диаспора в Азербайджане очень активно работает. Мы с ними, с коллегами общаемся, держим контакт. Как раз... Их руководитель Забелин, депутат Медли Меджлиса. Да, депутат. Он уважаемый очень человек в Азербайджане. Это я считаю, что у нас, получается, в Азербайджане Медли Меджлиса — это Совет Федерации, скажем, там уже высший ранг. Сенаторы. Да. Вот, и как раз в рамках этого проекта, благодаря библиотеке, я заранее хочу их поблагодарить, что они очень так вот взяли на себя такую ответственность и создали такой клуб. Это для нас тоже было приятно, быть участником данного проекта. Ну, и на будущее мы еще их включим в свои проекты какие-то. Я не только там, допустим, по путешествию, в том числе, там, может быть, по изучению танцев каких-нибудь, если будет желающий. Есть запрос такой, Ольга? Да. Возможно, как вы думаете, реализовать? Вполне возможно, почему нет. У нас, в принципе, именно вот даже не столько со стороны туризма, а сколько вообще культурные связи, культура, литература, искусство Азербайджана. В принципе, это будет очень интересно людям, потому что такие культурные мероприятия у нас обычно пользуются очень большой популярностью. Ну, на удивление, я там примерно посчитал, более 60 человек, по-моему. Да, да, было больше 60 человек. У нас меньше 30 никогда не приходят на этот клуб. То есть это один из самых посещаемых у нас клубов. Зал был полный. Да. Люди в основном одни и те же? То есть костяк какой-то есть, который ходит, да? Есть костяк клуба, но бывают вновь приходящие. Кто-то отсеивается, кто-то вновь начинает ходить. То есть все равно такое движение. Есть людей, но есть определенный костяк, который ходит постоянно. Скажите, пожалуйста, вот вам лично, вы-то были, да, вот на встрече с Элью Романом? Да, да. Вот вам лично, что больше всего запомнилось про Баку, про Азербайджан? Это же потом подробнее будет. Про Баку... Наверное, старый город. Мы смотрели видеофильм. Это изумительная красота. Это старинная азербайджанская архитектура. И очень, конечно, приятно было, что Эльнур так тепло высказывался, в том числе о связях с Россией культурных. И то, что такое художественное сопровождение было, танец, конечно, изумительная вещь. И вполне уже такая вот мысль появляется, а не устроить ли нам даже, наверное, какой-то концерт, может быть, коллективов азербайджанской культуры, которые у нас есть в городе, чтобы они выступили у нас в библиотеке. Потому что у нас гостям нашего клуба, конечно, безумно понравилось. Потому что, ну, видимо, не все знают, что есть такое в городе. Не все имеют возможность посещать. Что непосредственно можно познакомиться с носителями конкретной культуры. Можно познакомиться с носителями конкретной культуры, вот настолько на уровне диалога прямого, а не то, что виртуально там что-то посмотреть. Конечно, это живое общение, оно всегда интереснее, чем вот такое опосредованное виртуальное. А вопросы гостям можно было задавать? Конечно. Задавали вопросы из зала, что интересовало людей. Ой, Эльнура там закидали просто вопросами. У меня было выступление рассчитано на 8 минут. Я, наверное, 8 минут выступил, а потом еще 18 минут отвечал на вопросы. Что интересовало нашу лидературу? Ну, интересовало, вот в Азербайджане, очень много было вопросов, конечно, интересовало основным слушателей в Азербайджане, как сохранился русский язык, русская культура. Также многие там, некоторые люди вопрос задавали, были ли там, они впечатлениями делили, что мы были там. Это если, допустим, памятник Пушкина стоит и на месте, не убрали ли. Он же памятник, куда он денется? Ну, вот такие вопросы. Ну, видимо, в связи с тем, что в некоторых странах там происходит. Даже там был человек, она жила в Азербайджане до 7 лет, училась. Она тоже своим впечатлением делилась, что я вот училась в Азербайджане. Еще в советское время. Да, еще в советское время первый класс ходила. Сейчас там ли так, сохранилась ли эта культура, что девочки отдельно учатся, мальчики отдельно. Ну, вот я ей сказал, что сейчас вроде уже цивилизованном мире живем, объединили. Она, конечно, была очень растрогана, что ей удалось попасть на эту встречу. Видимо, так это всколыхнуло, вот эти детские у нее воспоминания. Это, видимо, возрастная такая, да? Да, женщина, да, в возрасте уже. И, по-моему, она у нас одна как раз из тех, кто записался в этот проект для поездки. Не студент, скажи. Ну, вот мы... Записаться там можно, да? Дело в том, что вот у нас проект рассчитан на студентов. Вот как раз в рамках клуба я пообещал, что вот там у нас записались люди. Два человека в этом году обязательно отправим. А то есть у меня не все потеряно еще здесь? Два человека на следующий год. А вы тоже в возрасте? В возрасте, блин. Записаться надо в библиотеку, клуб. Надо успеть. Надо успеть, да. Мы недалеко, да. Обещали только членов клуба отправлять. А сколько в клубе это всего состоит? Я сейчас точную цифру не назову, но там порядка 80 у нас контактов, если не больше уже. Но я говорю, что там люди меняются, кто-то отсеивается, кто-то приходит вновь. Но на встречах у нас бывает, я говорю, в среднем где-то 40 человек там под 50. Оставляют ли потом посетители какие-то пожелания, книга жалоба, предложения какая-то существует? Да, у нас существует книга отзывов. И очень часто люди оставляют там отзывы свои. И о встрече с Льнуром у нас отзыв там был написан. Какой? Положительный, очень понравилось. Какой симпатичный мужчина к нам приходил. Вот это, кстати, да, очень многие оценили. Поэтому у вас появились поклонники Льнур в нашем клубе. Значит, мне надо стать членом вашего клуба. Я хотел спросить, кто, но не буду уточнять. Давайте сейчас поговорим о тех предметах, вещах, которые были представлены. Я кратко расскажу. Льнур принес очень многое здесь. На меня смотрят с портрета Гейдар Алиевич Алиев. Гейдар Алиев. Вот я один момент упустили в библиотеке. И была выставлена литература из фонда библиотеки. И я там заметил, что народ приходит, открывает, листает, читает. Ко мне потом одна женщина подошла, говорит, а где можно купить книги? Такие вот. К сожалению, их здесь нельзя купить. Прямо вот с таким вопросом, где приобрести можно. Да, я пообещал, я одну книжку подарю. История Азербайджана, чтобы она почитала. Вот у меня как раз девочка буквально вчера с ней связывалась. И я думаю, что сегодня или вчера уже книгу передали ей. Это здорово, да. Это книжка, это какая-то современная издание уже какое-то? Ну, это книжка, то, что мы ей подарили, это книжка, естественно, с фотографиями. Нет, я имею в виду, насколько сейчас поддерживается издание книг, в том числе об истории, о культуре Азербайджана. Это все есть? Это все есть, конечно. Но вот видите, сейчас мы живем в электронном веке. Таких, скажем, бумажных носителей, к сожалению, становится мало и мало. Но есть любители. Но есть и любители, да. Да, я сам любитель читать вот так. Но есть электронные. Держать настоящую книжку, да, в руках? У нас есть диски, специальные книги. На дисках, как бы, там такие вот носители книги, культуры, там традиции, обычаи, истории Азербайджана. Все на дисках есть. Вот как раз мы это все тоже при возможности распространяем. Когда, вот я сам лично поехал в Азербайджан, люди там оттуда подарки несут, а у меня там 150 килограмм книг было, я вот носил, таскал. Вот такие вот вопросы. Кто-то должен этим заниматься в любом случае. Ну да. Ну как раз, видите, дело в том, что мы здесь живем, чтобы нам свою культуру не забывать, мы должны, конечно, интегрироваться, но не ассимилироваться. Из-за этого нам надо читать, изучать, а также уметь делиться. Если я изучил, для себя оставил, я сам знаю, а как я должен это передавать? Обязательно надо, чтобы это все передавали. Ну, обогащать, потому что сокровищницы азербайджанской литературы, философии, там, поэзии, ну, этим же надо делиться. Просто я думаю, что иногда бывает, ну, не то, что жалко, а иногда бывает, ну, как бы ты думаешь, ну, почему я вот, почему вот человеку надо рассказать, кто такой Низами, кто такой Насим, и какие они произведения великие, что вошло в там сокровищницу уже ЮНЕСКО, весь мир уже. Лилии Меджнун, Фострофи Шринин, Семь красавиц. Вот, об этих вещах, и потом, есть ведь масса поэтов и писателей, которые в 19 веке, в том числе вдохновившись российским золотым веком, да, литературы, тоже писали, и они писали на разные, в том числе на злободневные общественно-политические, которые актуальны до сих пор, да. Ну, и, конечно, как всегда, любовная лирика, романтическая лирика. А уж советский период у нас были, какие поэты, там, один Бахтер, Вахабзады, чего стоят, как бы, великолепные стихи на уровне просто, ну, ну, очень высокого уровня. Ну, мы это стараемся здесь развивать, ну, конечно, как хотелось бы, не получается, но, как можем, так и развиваем. Основные проблемы с чем связаны? Ну, дело в том, что, смотрите, основные проблемы упираются, да, основные проблемы упираются, в том числе и финансовые проблемы, нехватка времени, именно этим надо занимать. Это общественные деятельности, это волонтерство, если на это внимания уделяешь, уже никак, там, не получается, там, ходить за пуском хлебом. Время и деньги. Вот, естественно, да. Время и деньги. Я бы хотел сказать, что молодцы наши студенты, наши земляки очень активно принимают в наших репрессиях участие, они сами даже приходят, если мне нет даже, у них куличи есть у всех, заходят ко мне в офис, если где-то выставка в университет, в университет, вот недавно было, организовывали выставку в Дом культуре Космос, там тоже была концертная программа, проект назывался Дерево дружбы. В рамках этого проекта мы тоже участвовали, большую выставку книжную сделали, литературную сделали, также там различные, скажем, выступления были, национальные танцы и прочее. Вот мы стараемся участвовать во всех мероприятиях своих и куда нас приглашают. Вроде мы никому не отказывали, в принципе, всегда открытые, есть у нас и ресурсы определенные, допустим, если выставка книг, пожалуйста, у нас очень богата библиотека у фонда, а также национальную кухню можем там, скажем, приготовить. Продемонстрировать и угостить. Да, естественно, вот библиотека Центра национальных культур, там у Жикова и Анатолина мы неоднократно это проводили, фестиваль национальной кухни. А сюда вы принесли что-нибудь во время клуба? Ну, к сожалению, туда только танец, туда только танец, я думаю, что в следующий раз, в следующий раз обязательно я обещаю, уже с национальной азербайджанской кухни, сладостями, пахлавошек, бруш, шеренчуряк, мы переведем туда, чаепитие строим. Да, да, азербайджанское чаепитие. Да, было бы неплохо. Ну, тогда уже придет, наверное, не 60 человек. Может, 260. Да, пожалуйста, мы будем рады. Давайте сейчас небольшую рекламную паузу сделаем, нам надо прерваться, напоминаем, что мы говорим о проекте приглашения к путешествию в библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина, вот крайнее как раз было путешествие в Азербайджан, и наши гости Эльнур Гусейнов, президент благотворительного фонда Азербайджана и Ольга Чайкишева, заведующая отделом обслуживания Центральной городской библиотеки имени Александра Сергеевича, вернемся через минуту. Союз нерушимый. Я все-таки предлагаю поподробнее поговорить про вот эти книги Эльнур, которые... Которые перед Эльнуром лежат, да, Эльнур? Да, я с удовольствием поговорю. А как вот ты демонстрировал, что вот про каждую книгу говорил людям? Нет, ну там я про книги не говорил, конечно, книги там на столе были, здесь я просто перевез книги, как раз хотел, что вот у нас в фонде, в библиотеке фонда Азербайджана есть такие книги на русском языке, это очень редкий экземпляр. Можно я гляну? Я уже не помню, когда последний раз в Советском Союзе, в России издавался на русском языке Саабиш. И там как раз и про Пушкина тоже есть упоминание. Это интересно будет, да. Также разные... Ведущие углубились в книжки, вы продолжаете, мы с удовольствием рассматриваем. Книга, получается, уже современного писателя Ровшана Мустафаева, «Рай» называется, в принципе, тут можно тоже почитать. Вот посмотрите, я вот не могу стерпеть, извините, Нур. Да, пожалуйста. Давайте почитаем. Актуальный стих. Давайте. Вот, посмотри, вот, Балыч. Пусть грабит мой народ, что мне за дело, пусть он страдает от несгод, что мне за дело. Я сыт, что мне за дело до других, я сыт, мне просто наплевать на них. Пусть пухнет с голоду весь мир, что мне за дело. Это Саабир писал на рубеже 19-20 веков. Конец 19 века. И как это звучит сегодня? Да. Больше ста лет прошло, да. И как это звучит сегодня? Суть, да, она актуальна. И это вот такой вот он поэт. У него есть, конечно, и романтическая как бы лирика, и на русском языке это, господи, вот вообще это, ну не знаю. Просто удовольствие можно как бы, да. Очень ценное издание, да. И есть такая книга в библиотеке Пушкина, да? Конкретно такой нет, есть старое издание советское Сабира, вот там, не берешь даже сказать какого года, но вот современного нет. Но никакого года не было, советское время тоже хорошо как бы переводилось и печаталось там, да. Слава богу, что сохранились. Я еще хотел рассказать и за одним сделать такой подарок Азизе Альичу, азербайджанские музыкальные инструменты. Но он же мне не может вне эфира делать подарки, он только мне... Я ему просто обещал, здесь и в стиле мухамма практически все азербайджанские инструменты, исторически играет. Народный инструмент, да. Есть и САЗ, вот видишь, даже Володя уже знает, что это азербайджанский народный инструмент САЗ. Тут еще есть Чагур, это старинные, скажем, названия, можно сказать, созвучные САЗом. Раньше есть и Чагур, есть САЗ. Ну тоже инструмент, струнный. Вот тоже инструмент, это очень редкий инструмент, так что послушать. У него звук такой немножко, конечно, как, знаете, как балалайка, азербайджанская балалайка. Вот, Азиз Альич, это вам. Спасибо большое. Азиз Альич, если вы не против, я потом возьму, чтобы скопировать. Ну, конечно, посмотри, как красиво выглядит. Это же диск? Да, это диск. Можно скопировать будет. А у меня еще для библиотеки будет тоже подарок. Это азербайджанские ковры, потому что я посмотрел, там как раз ко мне тоже подошли и говорят, я же знаю, вот у девушки увидела, костюм такой красивый. И у вас и ковры такие, узоры такие. Вот я вам эту энциклопедию дарю. Во-во-во, я хотел уточнить, то есть Эльнур библиотеки дарит не КАМАЗ ковров азербайджанских, а книгу, где описаны, собственно, да. Может ваши читатели воспользоваться этой книгой, могут даже там где-то кто-то умеет уже узоры повторить. То есть в книжке описана технология изготовления. Да, и технология, и ковры, как это все можно сделать. Кстати, кто поедет в Баку, значит, там на бульваре, напротив девичьей башни, прямо построен современнейший, красивейший музей азербайджанского ковра. Да, да. И вот кто будет в Баку, я вот прям рекомендую посетить этот музей в часы посещения. Володь, я еще к вам с пустыми руками. Ну, а радиостанции тарелочку. Да, для радиостанции Ха Москвы, наша любимая радиостанция. Спасибо. Я вам тарелочку такую, вот видите, тут солнышко, потому что солнечный город это Баку, и девичья башня, и здесь Файтон. Вот видите, проходит старинный уже... Файтон, это старинная азербайджанская карета, скажем так. Да, 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 вот как раз... Она запрягается тоже, да? Запрягается, да. Я вот сейчас не помню, у нас они... сейчас они есть катают там по Баку? Есть в Азербайджане, есть катают, свадьбах и прочее. Что-то я не видел в последний раз, но, наверное, да. Есть, естественно, есть, как раз они рядом, через Шахар, как бы старым городом, по бульвару, в общем, так вот. Это тоже, да, это тоже развлечение, которое можно с удовольствием... И своего рода файтоны там уже, знаете, накрашены, там красиво оформлены. Оформлены в национальном стиле. Туда садишься, тебя дают кюрку, папаху, кинжал. Ты уже себя почувствуешь. Мешады. Мешады — это уважаемый человек. Да, да, да. Так что вот... Спасибо большое. Спасибо прям вот чувствуется, что излучает тепло и свет. Да, вот. Спасибо. И солнечного Баку. Да, подарок. Спасибо большое. Еще раз хочу поблагодарить, конечно, библиотеку Александра Сергеевича Пушкина, что такой проект организовывали. И приглашаю всех жителей города Кирова обязательно посетить ваш клуб. Очень интересно и с удовольствием. Вот в этом году мы два человека выбрали. В следующем году из ваших же путешественников еще два человека за счет благотворительного фонда Азербайджан, Кировского благотворительного фонда Азербайджан, отправим в Баку. То есть по факту получается, что из клуба путешественников отпочковывается клуб любителей путешествий по Азербайджану. Почему бы и нет? Почему бы и нет? И может быть клуб любителей культуры азербайджанской. Потому что вот действительно, если может быть и есть ли силы у фонда, надо это обсудить, у фонда Азербайджан. Потому что если начинать действительно во рамках клуба рассказывать об отдельных писателях, поэтах, об отдельных жанрах музыки и приглашать мастеров, которые умеют на народных инструментах реально играть. Ну, я думаю, мы встречи однозначно продолжим. Уже в следующем году, даже может быть и в начале уже года где-то еще раз мы встретимся. В следующий раз мы уже с живой музыкой расскажем. Именно сделаем ставку на культуру Азербайджана, поподробнее познакомим именно с культурной стороной. Потому что очень много желателей, есть люди, которые желают послушать вживую именно вот те инструменты, которые вам подарил. Понятно. Они у нас здесь есть, в принципе, и играют. Это понятно, да. И на станции Хамосква они неоднократно играли. Играли, да, да. Вот и пригласим с удовольствием. Я думаю, что для членов клуба они соиграют, изучат. Они, может быть, кто-то умеет даже играть, придут, попробуют. Не умеют, посмотри, да. Не могут, не могут. Это очень интересно. Для путешественников Азербайджан просто, ну, клад на самом деле. Ну, это одна из древнейших, наверное, стран мира, поэтому там можно говорить бесконечно об истории, культуре и памятниках. Вот я вам скажу, у меня очень много друзей, которые посетили Азербайджан, именно Баку, с одним очень хорошим знакомым. Мы недавно вот встретились, он мне рассказал, что, слушай, я же с семьей ездил в Баку. А, да? Да, я говорю, с семьей ездил в Баку, там очень красиво, у меня такие впечатления, очень яркие. Ну, я обязательно еще раз в следующем году поеду, потому что не успел все смотреть. Там развивается, на самом деле, вот сейчас, например, я последний раз ездил, там уже конкретно организовали экскурсию, которая называется «Крепости Абширона». Да, да, да. Там действительно очень много старинных крепостей, великолепно оформленных, там, например, в поселке Гала, который переводится как «крепость». Там вообще этнографический музей под открытым небом вместе с крепостью и, ну, практически так, жилое поселение, как люди там жили. Это просто великолепное, как бы, зрелище, на самом деле. Ну, вот мы говорили, конечно, больше о Баку на нашей встрече, и почему бы вот сейчас не встретиться и не поговорить, в том числе, и о других каких-то городах древних Азербайджана? Почему нет? Это очень интересно будет. Ну, обязательно мы это подготовим, концепцию этого проекта, и пригласим Ази Залиевича туда как участника. Да. Я поучаствую. Я не знал, что у вас такой хороший клуб, и такая будет программа хорошая. Простите, я там замолчал, что, собственно, человеку микрофона... Отдыхай, пожалуйста, Володя, отдыхай. Мы продолжим. Я просто с Амира читаю. Увлекся? Да, вы знаете, вот бегаю глазами, перелистываю страницы. А чувствовал уже? Я чувствую, что это, ну, это, вы знаете, это печать гения, что называется, да, когда сквозь века и сквозь года твои вещи остаются актуальными. Вот о чём я говорю. Это гений, да, безусловно. Между тем, время-то наше истекло, к сожалению. Берите на заметку всё, что сегодня прозвучало в нашей студии, да, если вы интересуетесь странами, вам интересно узнавать культуру других народов. Слушайте, не только программу «Союз нерушимый», да, но и добро пожаловать в библиотеку имени Клушкина. Клуб от шестенников, да? Спасибо, Владимир, спасибо, Эхо Москвы. Спасибо нашим гостям. Да, спасибо. Удачи вам, успехов. Ольга Чихишева, Леонид Гусейнов. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. Союз нерушимый.